Получили, что мера этого множества g меньше, чем внешняя мера е плюс 2 е. Ну а так как е произвольно, теперь мы можем написать, что Буква а был обозначен инфимум всех всевозможных мер g открытых содержащих е. Раз для какого-то же мера же не меньше, чем внешняя мера е плюс 2 е, значит инфимум тем более меньше, чем внешняя мера е плюс 2 е, но и в конце сау. Следствие на самом деле переформулировка. Ну только здесь ограничено все измеримые множества, ну как видите, вот такое вот утверждение, пусть е измеримое множество, е положительное, тогда существует такое открытое множество g содержащих е, что мера зазора между g и е меньше е. Доказательства. Если мера е конечна, то сразу теорема 4 работает, мы по определению не подобрали меру, а мера разности, это и есть разность мер для случая, когда одно множество содержится в другом и для случая, когда мера конечна, когда эта разность имеет смысл. В случае, когда мера бесконечна, так не докажешь, потому что образуется разность двух бесконечностей в этом выражении, которое теряется в мусоре. Поэтому для бесконечной меры нужно его еще разбивать на части. Начать разбиваем так. У нас мера либега сигма конечна, поэтому мы можем представить е в виде счетного объединения множеств бесконечностей, множественной меры. И снова фиксируем епсилон, и каждое множество с номер к приближаем в смысле меры с точностью е на 2 степени к. Значит, вот для каждого к мы подбираем множество жк, содержащие е к, так что мера отличается меньше, чем на 2 степени к. Но тогда объединение открытых открыто. Каждая жката содержала е к, поэтому объединение всех жкатов содержит объединение всех е к. И разность между жк и е содержится в разности жк минус века объединения разности жк минус века. Здесь действительно включение равенства по видео может не быть. Но наобно и не нужно. И поскольку здесь мера каждого слагаемого меньше всего на 2 степени к, значит мера всего объединения оказывается меньше. От открытых множеств можно перейти к замкнутам. Пусть есть измеримое множество x, но положительное тогда пришло такое замкнутое x, содержащиеся веет, что мера е минус x меньше е. Ну, собственно, нужно применить следствие к дополнению. Значит, картинку тут нарисуем. Вот это, неважно, какие-то множества. Вот одно большое, другое, и маленькое его содержит. Значит, вот большое множество это было е. его можно поместить в открытое множество. Нет, виноват. Вот это было е. Тогда вот это вот, то, что снаружи, это дополнение е. Дополнение е. Дополнение е можно поместить в открытые множества, так что мера зазора будет маленький. Ну, это зазор не маленький, да веса волнуло, 실제로 что маленький. То есть дополнение е можно поместить в открытые множество, такое, что мера зазора будет уменьш самого. но вот это вот самое не стиховно открытое множество это и будет же это и будет же тогда через f мы обозначим дополнение же ну и разность между е и f это то же самое что разность между же и дополнение тут то же самое написано в строчке и следствие номер три следствие номер три значит пусть е измеримое множество тогда мера е это супер умер за подможествия и еще это супер умер комп мир компактных подможеств и теорема начиналась меры это инфимум открытых на множестве а вот теперь докажут мера и это супер замка по множестве и еще добавить добавление давайте обозначим вот это буквой b вот это буквой c мера монотонно поэтому ясно что меры и не меньше бы а бы не меньше c бы не меньше c потому что здесь запас множеств меньше сужение множество справа увеличивается значит это первое нерависто обращается в равенство путок что доказано вот здесь любого множество е это можно подобрать подможество замктое такое что мера зазора меньше и все и сделать это для производителя остается доказать что все равно брать супер по замкому или компактным множеством ну так компактность у нас равносильно замктости а я вот сейчас не включил когда я картинку рисовал рукой то вы все видели а а я думал что сейчас вы тоже видите значит чаще сейчас секундочку видео да прошу прощения экран экран собственно конференции то у меня маленький свернулся и его когда демонстрации экрана было его не видел не казалось что я сказал так видно ладно ну ладно видно и того начали а комментировать следствие а следствие 2 доказал значит нужно доказать что мера еду с украины всевозможных замкнут подможек меры всевозможных замкнут подможек и он же справа мер всевозможных компактных подможек обозначили первую из этих супругов 2 c из монотонности меры ясно что мера е не меньше b и потому что здесь когда переходим компактным множеством мы уменьшаем всю совокупность множество который берем 1 1 1 неравенство на самом деле равенство по следствию предыдущих мы любое множество с любой точке можно измопридеть любое измерение осталось доказать что все равно брать супругом по замкнутом или по компактным множеством то есть вот здесь противоположное неравенство b не больше c я напоминаю что компактность насильно одновременной замкнут и ограниченность ну так вот пусть на множество я замку содержит мы его будем пересекать замкнутом куб от минус п на жизнь до п на жизнь тогда вот эти множество этой пересечении будут компактные они будут расширяться и я будет равно объединение всех по непрерывности меры мера f это предел мера в петах и в этой компактные поэтому все меры в этот не больше c вот такого же права значит мера не больше ну а теперь покупать и верно для любого замкнута то можно перейти в левой части и сам здесь должен чтобы не больше цель замкнута и множество можно смысле меры приблизить любой точку компактный ну вот это свойство меры ребята которая доказана в теореме и следствия называть регулярностью более подробно регулярности называется вот что это свойство меры одной методик пределами пусть их метрическое пространство мера вну задано на сигма алгебре а фигурная содержащий все открытые подможества из мира на заводную называется регулярный если для любого измеримого множества мера е равняется инфимуму мер всех открытых над множестве и равняется супремому мер всех западов по множестве теорема сама нам говорит что вы по первое равенство следствие и про второе равенство и тем самым мера любеза оказывается регулярность регулярность это свойство которое связывает две структуры на множестве меру и топологию меру и метрику мера множества у нас никак не была связана с открытой заводностью с пределами непрерывностью и прочими вещами которые отвечала метрика метрическое пространство а вот свойства регулярности задает такую связь конечно не все меры такие считающие мира никакого отношения к открытым замком множества вообще не имеет количество элементов множества меры любеза имеется такая мера называется регулярной давайте еще такое определение дадим как вы видите здесь для того чтобы говорить о регулярности меры мера обязана быть заодно на сигма алгебра содержащий все открытые норы ну и тем самым это сигма алгебра содержит баррельский фигмал давайте дадим такой пример называется баррельской если она задана на баррельский сигма таким образом вот сужение мера либега на баррельский сигма алгебра является баррельской сама мера либега должна нам почте хотя бы на баррельский сигма значит вопрос о том имеет ли место вот это равенство второе равенство цепочки между вот этими в общем виде я обсуждать не хочу я обсуждать не хочу частично имеет частичными вот это вот свойство называется вот это свойство что первое равенство называется внешней регулярности но ты ему приближаем и вне свойство что мера и равняется вот этому супермаму я всех замкнут но те называется внутренний регуляр ну а вот это вот с компактами это еще добавка поле свойства более сильные чем нерегулярность это тоже бывает не всегда и внутри регулярности не следует бывает такое что вот это есть нет по компактного но эти пути это же обсуждать не могли регулярность довольно довольно частое свойство например есть такая теорема что конечная баррельская мера на метрическом пространстве обязательно регулярно к мире либега это не относится сигма конечно вот такое свойство есть конечная баррельская мера на метрическом пространстве обязана быть регулярно коментарий открытый замкнут и множество вот здесь нельзя поменять места именно открытыми нужно приближать снаружи а замкнут и нужно приближать изнутри но не наоборот для меры либега на прямой не один вот мы рассмотрим множество и один всех рациональных чисел из отрезка 0 1 тогда его замыкание это весь отрезок 0 1 мера рациональных чисел равна нулю а мера наименьшего замкнутого множества содержащего наше равна единице поэтому вот здесь открытый множество выгружения нельзя замкнутого замкнутого ну и аналогично если рассматривать и рациональные числа то мера на рациональных чисел в вопросе равна единице а значит открытое множество которые туда можно поместить и только пустое множество не содержит ни одного удовольствия значит вот это вот выражение через замка и множество можно само по себе рассматривать его естественно назвать внутренней меры если вот это мы назвали не назвали но доказали что равняется внешние меры мы доказали теорему потому что то с чего сегодня начали доказать теорематом что внешний мере любого множества равна вот такому вот можно рассмотреть произвольное множество е не обязательно измерить и определить таким образом его внутреннюю меру как супругом мера всех его замкнут по блоку поскольку мера Лебега регулярна измеримость е влечет равенство внешне и внутренней меры и на самом деле верные и обратные если ну только для множества конечной внешней меры если внешняя мера множество е совпадает с внутренней е конечна и она конечна то множество е оказывается измеримо вот лебег так и делал чуть подробнее как делал лебег в начале в начале лебег определял меру свою напрямую ну пусть даже для подможеств отрезков для подможеств отрезков мы прекрасно знаем что такое мера промежутка это его длина дальше мы хотим следы лебегом определить меру другого типа вот есть такая теорема что всякое открытое подможество прямой представляется в виде не более чем счетного объединения дизельных интервалов открытых это вы можете сами попробовать доказать но тут большая наука не нужна может быть что-то с управом хорошо знать для первых средств всякое открытое подможество подмой представляется в виде не более чем счетного объединения дизельных и тогда меру открытого множества легко определить как сумму мер составляющих интервалов составляющих интервалов а после этого вот этой вот формулы определить внешнюю меру что ли бег и делал значит вот он определил исходник многого мера промежутка тогда он определил меру открытого множества с помощью вот этого теоремы представления открытого множества в виде объединения открытых промежуток после этого определил внешнюю меру произвольного множества субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Торзок policing подключен только о расположении เห iOS И сам Лебек и другие математики захотели обобщить на пространство РН, на мерное пространство. И там нет этой хорошей теоремы с представлением окрытого множества в виде объединения проминутков. Там не очень удобно этот шаг делать, определять меру окрытого множества. Значит, использовать вместо промежутков кубы или шары открытые не получается из-за того, что зазоры. Но зато очень хорошо работают ячейки и эта конструкция тоже проходит, если использовать ячейки. Теорематом в какой-то множестве представляется в виде объединения ячейки, то есть не оказывается удобно. Ну а потом уже в Ротеодоре эту конструкцию обобщили на абстрактную ситуацию, что я вам рассказывал. Ячейки, промежутки, полукольцо, какие-то выяснилось, что какие-то операции с ними можно делать. И, значит, покрывать и брать инжелы по всем покрытиям. Эта конструкция приводится к разумному. Это и известная мера, которая была в Сибирием построена в Сибирием. Следующая теорема. Значит, мы доказывали, что с точностью до произвольного положительного эпчела измеримое множество можно предвидеть изнутри, а снаружи открытым. Если приближать Боррелевскими множествами, то можно избавиться от эпчела. Вот об этом следующая теория. Итак, пусть есть измеримое множество. Тогда существуют такие множества H типа F-сигма и K типа G-дельта, что E содержится между ними, H внутри E, а K снаружи E. И мера зазора между K-H равна 0. Я напоминаю, что такое множество типа F-сигма и G-дельта. Множество F-сигма это счетное объединение замкнутых норм, а множество типа G-дельта это счетное пересечение открытых норм. Боррелевские множество, если замкнутые открытые, то это нулевого этажа, то 2 уровня, то это 1 уровня. Доказательства. Эпсилл будем брать вида 1M, T, N натуральное число. И вот мы возьмем такой F, который лежит E, и G, M, который содержит E, что мера E-F, M меньше 1M, T и мера G, M минус E тоже меньше 1M. Кондакция G, M. Дальше все F мы объединим, а все G мы пересечем. Это и будет наше множество H и K. Вот H это множество типа F-сигма, как это множество типа G-дельта по определению того, что это такое. H содержится G-дельта, как кририально в этом, потому что HM так себя вели. И оценка для меры тоже пишется кририально набранным мера К-нус H. И восходит мера G-нус H, потому что K содержится во всяком G-н, а H содержит всякое F. Значит, это мера зазора между вот этими вот крайними. Между крайними. Представили про объединение двух зазоров, и мне-то каждый убить меньше 1M. Значит, сумма меньше 2M. Поскольку это верно для произвольного M, можно в конце выстрелить M в бесконечестве, получаем, что не рекомендуется, что нам совсем просто теряемый. В предыдущей теряемой вероятности. И отсюда следствие об устройстве всех открытых, оговорюсь, всех измеримых поли-бегу нового. Пусть ей измеримое множество поли-бегу нового. Тогда оно представляется в виде вот таком вот объединения расширяющейся последовательности компактов F.K. и множество нулевой мер. То есть, в частности, насколько друг от друга отличаются Боррелевская или Беговская сигма-алгебры. А отличаются они друг от друга вот на эту добавочку Ямала. Каждое измеримое поли-беговое множество можно приблизить Боррелевск с точностью до множества нулевой мер. Вот вся разница между двумя сигма-алгебами заключается в наличии множества нулевой мер. Измеримого поли-бегового меры Боррелевск. Ну и из них, конечно, можно добавлять в приводе Боррелевск и Мелорштадт. А множество нулевой мер это такая штука, которой можно иногда пренебрегать. И в теории интегрирования так обычно и делают. Но дальше мы еще с этим разберемся, в каком-то смысле пренебрегать. Вот казалось бы, очень маленькая разница, а по мощности, как я уже говорил, Боррелевский множество в континууме, а не в поли-бегового меры. Ну а, собственно, Боррелевское множество, о котором здесь идет речь, можно взять вот такого вида. Ну а не просто, значит, типа Сигма, а еще и вместо замка можно объединять компакты и даже добиться, чтобы эти компакты были вот так ложные в следующий смирал предыдущий. Ну, доказательства. А, и К взяли из предыдущей теоремы. И буквой Е малы обозначили разность между Е большим и Аш. Когда Е малы содержатся в К минус Аш, откуда его мера равна нулю. Мера Лебега полна. Хотя даже полнота здесь не нужна. У нас все множества измеримые и Е, и А, и К. Меры этого, но и только по монотонности мера. Даже не знали измерить вот это. Значит, раз Е малы, это разность между Е большим и Аш, то Е большое представляется в виде объединения Аш и Е малого. А Аш, это множество типа Сигма, оно, вот объединение замкнутых множеств ФКТов. Ну а теперь нужно замкнутые представлять в виде объединения компактов. Значит, каждый ФКТ представляется в виде счетного объединения компактов. Пересекаем с замкнутыми кубами. Следовательно, и Аш в таком же виде представляется. Счетное объединение замкнутых является счетным объединением компактов. Ну, эти компакты, получается, двойная индексация. Можно зумеровать одним индексом, что я и сделал. Все получено, кроме вот этого вложенности. Ее еще надо добиться. Чтобы ее добиться, можно вот в этом объединении заменить множество на такие. Кажи с волной положить равном объединению первых же штук каидых. Ну тогда вложенность будет, а объединение не поменяется. Объединение не поменяется. Поэтому следствие доказано. Если у нас есть. Да, и компактность, разумеется, тоже не пропадет. Потому что в РН компактности это замкнутые ограниченности. Конечное объединение замкнутых и замкнутых. И конечное объединение ограниченных и ограниченных. Так что, раз каиды были компактными, то и каиды с волной тоже были компактными при этой операции. Дальше такая тема. Значит, мы кое-чего научились меру считать. Так, не чтобы не очень-то научились, правда. Но, по крайней мере, выяснили измеримость борьбы. Выяснили, как устроены все измерения полипеку множество. Вот это такое множество, которое более или менее обозримо. Что такое последовательность, расширяющаяся последовательность компактов. Это более или менее обозримо. И множество нулевой меры, которое мы не представляем, как устроено. И не представим никак более понятно, как оно устроено. Самый-самый произвол в этом Ямалу. Их очень много, множество нулевой меры. Они устроены разнообразно, но вот они нулевой меры. Ими, как правило, не надо знать, как они устроены. Чтобы интегрировать, по крайней мере, нам не надо будет знать, как они устроены. А основная мясистая часть. Следующая тема. Как устроена мера при отображении. Вот у нас было множество Е. Оно было измеримо. Мы на него подействовали каким-то отображением Фи. Ну, множество Е как там деформировалось, разорвалось. Что-то не произошло. Спрашивается, образ будет измерим или нет, раз. И второе. Как меру образа выразить, если известна была мера исходного множества. Мы сейчас ответим на этот вопрос. Ответим на этот вопрос следующий вопрос. Во-первых, мы докажем, что если Фи было гладким отображением. То есть отображением класса С1. То измеримость сохранится. А во-вторых, мы получим ответ в точности выражения для меры. Если Фи линейное отображение. А полный ответ на вопрос вот в этой ситуации для гладкого отображения. Мы получим, ну, для гладкого отображения, на самом деле для дифиоморфизма. Чтобы еще и обратное было. Мы получим уже в терминах интеграла. Тогда, когда, в самом конце северки, я думаю, это будет. Тогда, когда все свойства интеграла будут установлены. Короткий перерыв. Подключаемся тут же. Ага, вот. Пятеро-надцатого человека. Сохраним измеренности. Приглашем на доброжене. И так. Пусть множество же открыто в РН. И отображение Фи гладкое. Действует из Жевера. Гладкое значит класс С1. Непрорывно дифференцированное название. Тогда выполняются два утверждения. Первое. Образ любого множества нулевой меры. Ну, множество, от которых образ берется, вот имеет подножство G большого. Первое утверждение. Множество нулевой меры переходит в множество нулевой меры. Ну, вот, подробно здесь написано так. Если Е малое подножство G, мера Е малого равна нулю, то Фи от Е малого измерима и мера Фи от Е малого равна нулю. Множество нулевой меры переходит при действии Фи в множество нулевой меры. И второе. Измеримые множества переходят в измеримые. Почему теорема так называется? Сохранение измеримости при гладком отображении. Вот есть два слова. Сохранение измеримости и второе. Измеримые множество переходят в измеримые. А множество нулевой меры переходят в множество нулевой меры. И на самом деле второе автоматически следует из первого. Я это в конце доказательства покажу. И еще чуть-чуть подробнее обсужу сам этот факт, что второй следует из первого. А докажу первое. Ситуация такая, что если мы разберемся, что происходит с множеством нулевой меры, то мы разберемся и с общей ситуацией. Это противоречит тому, что я говорил 10 минут назад, что множество нулевой меры можно пренебрегать. Ну вот в интегрировании можно пренебрегать, а здесь как раз в них вся неприятность и... вся неприятность и содержится, которая может содержаться. Измеримость может нарушиться на этих вот. И так, случай первый. Утверждение первое и первые случаи в этом утверждении. Итак, пусть е малое множество нулевой меры. Пусть оно сначала не просто содержится в g, а содержится в мельтри ячейке, которая в свою очередь содержится в g вместе с замыканием. Вот так вот. Вот так вот. Значит, мы хотим доказать, что образ е малого измерим и мера его равна на нулю. Докажем с точки зрения всего. Значит, что мы... Какой у нас план доказательства? У нас... был такой признак измеримости множества. верный для любого стандартного продолжения и даже не любой полный меры заодно на сих. Если множество, в данном случае е малое, можно заключить в измеримое множество сколь угодно малой меры, то оно само окажется измеримым, и его мера будет равна на нулю. Вот мы возьмем, зафиксируем епсилон и попытаемся заключить множество ямалое... множество не ямалое, а образ его фиат-ямалу, измерим, с чего нам надо доказывать. Множество меры... ну, допустим, меньше епсилон. Или хотя бы меньше там константа умножить на епсилон. Это тоже пройдет. Вот такая наша цель. Ну, вот давайте. Сначала мы само е малое заключим в открытое множество е малое, мера, которая уменьшает все. Раз. Можем считать, что е малое содержится в е большом, иначе мы пересечем е малое с е большим. Вместо е малого посмотрим такое пересечение. Пересечение открытых-открытых, поэтому... А мера при пересечении увеличится. Поэтому можно считать, что ж малое содержится в е большом. Ж малое открытое. Представлено его в виде объединения дизъюнных ячейк кубических для удобства. Дельта-к. Мера ж малого – это сумма мер дельта-к. Таким образом, сумма меньше епсилон. Е содержится в ж малом. И исходно мы еще предположили, что Е содержится в ячейке П. Значит, Е содержится в объединении вот этих пересечений ячеек. пересечений ячеек. Это ячейка. Образ Е тогда содержится в объединении образов Е от этих вот пересечений. И нам... Почему нам стало от этого легче? Мы хотели понять, что произойдет с множеством Ямала при действии Ефи. А мы теперь свели ситуацию чуть более простой. Нам достаточно понять, что произойдет с ячейкой при действии Ефи. И более того, достаточно понять, что произойдет с кубиком для ЕТК. Ну, хотя бы с кубиком, тогда я спроизводим ячейки. Вот. Вот будем разбираться, что происходит с ячейкой при действии. Ну, тут небольшая техническая оценка. Через Ашка обозначили или про ячейки Дель ТК. Тогда, значит, как нам известно, любые две точки ячейки отличаются друг от друга не больше, чем на диагонали. Диагональ равна Ашкау умножить на корень из Н. отображение Фи у нас класса С1. Поэтому оно локально липшцево. Оно локально, в том смысле, что углубляют условия липшцево на любом компакте. И вот в качестве этого компакта мы возьмем П с чертой. То есть вот, что такое условие липшца. Фи от Х минус Фи от Игрек по норме не больше, чем Л на Х минус Игрек по норме. Это верно для всех Х и Игрек из компакта. То есть чертой с некоторой константой. Поэтому если мы будем брать точки Х и Игрек не просто из П с чертой, а еще и из ячейки Дельта К, то расстояние между ними тогда не больше вот такого. И поэтому расстояние между образами не больше, чем вот такого. Или на корень из Н. Тем более это верно для координатных функций отображения Фи. Ну, раз длина вектора не больше какого-то числа, то по каждой координате длина в каждой координате вектора в каждой проекции не больше того же числа. Теперь пусть у нас Х фиксировано, все отсюда же. И тогда для любого Игрек, значит, вот я переписал это неравенство в виде таком. Фиат Игрек, значит, отличается от Фиат Икс не больше, чем вот на это. Знаете, все равно что сказать, что Фиат Игрек принадлежит вот такому кубу с центром в точке Фиат Икс и радиуса, точнее не радиуса, а ребра, с ребром равным Л на кориде Зен на Ашк умножить еще на и острову по каждой координате такой и в кубе позначили пика ну и записали в виде вот такого включения у вас для этого перейти в спе содержится в пикахе. Следовательно, Фиат Игр содержится в объединении кубов пикатых. И остаются только меры оценить. Меры объединения, не больше суммы мер пикатых. Меры куба значит реброванной степени, написали реброванной степени. Все, что тут от К не зависит, вынесли за знак суммы. Получили вот такую огромную константу на сумму Ашка в степени Н, а Ашка это было ребро дельта К. Это меры дельта К. Сумма нер дельта К меньше и все они получили, что множество Фиат Игр можно заключить в измеримое множество счет на объединении кубов, мера которого меньше, чем Эпсилу умножить на константы. Константа огромная, но тем не менее она не затмешивает. Так что действительно множество Фиат Ямала мы заключили измеримое множество сколь угодно малой меры. Значит оно самоизмеримое имеет меру. Теперь нам нужно избавиться вот от этого предположения ко множеству Ямала. Напоминаю, зачем оно нам нужно было. Нам оно нужно было, чтобы применить условия липшица. Условия липшица у нас было в прошлом семестре, когда я говорил про формулу Лагранжа в многомерном случае. Вот тогда это свойство доказывалось, что гладкое отображение лаками липшица. константы или большой здесь это максимум норм производного оператора на компакте. Компактный у нас. Только локальность. локально липшица глобально это может и не быть. И для одной перемены глобально производная непрерывно, но на компакте она будет ограничена. неограничена открытым новостью она может быть локальней. Так что избавляемся вот от этого хода. Ну тут представим G в виде объединения в виде объединения ячейк. Живо у нас кто-то может напоминать. Тогда E представится в виде объединения E пересечь с ячейками. Ячейки обозначили ПК. Ну и Fiat E также представится по доказанному мера Fiat E пересечь ПК равняется нулю при всех К. Ну а тогда Fiat E окажется измеримым как счет на объединение измеримых и имеет ноль как счет на объединение 0.1 Так что переход вот этого частного служеба к общему разбитого служеба уже на ничейке который уже собирается Итого мы доказали первое утверждение про множество нулю мера теперь второе выводим из первого ну тут мы воспользуемся вот этим вот вот эти вот представления множества E счетное объединение компактов и множество нулевой мера значит E представили так тогда Fiat E представилась в виде объединения Fiat FFK и Fiat E Mala по доказанному Fiat Yamala измеримо и более того имеют меры а с образами компактов теория Вейдстрасс работает непрерывного с компакта компакт поэтому счетное объединение измерим к измерению так что второе действительно следует с первым ну и вот я здесь такое замечание сделал доказал теорему для гладкого отображения но на самом деле главки в полном объеме не пользовались а пользовались только вот этим вот следствием локальной выписывательности достаточно чтобы на каждом компакте или что равносильно на каждом зампл кубе иначе тогда заключение теремы верно замерим у нас переход в гереме у нас кем-либо вмер у нас и теперь я еще хотел поговорить про 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 вот это вот условия с тем что множество на любом мере переходит на условия это свойство имеет специальное название оказывается важным так что получил специальное название оно называется n свойство лурина или 0 свойства лурина вот такое определение пусть отображение фи задано на подножстве д пространства и раздействует 2 ничего про фи не будет никакую гладкость и прочее задано на некотором подножстве пространства и раздействует говорят что отображение фи обладает n свойством лурина если если вот первое утверждение теоремы из того что е содержится д и мера е равна нулю следует что образ е измерить и имеет меру ноль здесь по видимому отпечатку так вот лима три штрих n свойство лузина и сохранение измеримости оказывается что n свойство лузина просто равносильно свойству переводить измеримое множество в измерение и так для правда здесь я добавочку сделал равносильно для непрерывных отображений и так пусть и непрерывное отображение тогда следующий движение вносит фи перевод измеримый и неизмеримый и второй фи обладает вот эта вот импликация из 2 в 1 у нас доказано собственно доказательство теоремы там мы пользовались что непрерывный образ компакта компакт поэтому требуем непрерывности я здесь оставил хотя в принципе от него можно избавиться вот избавляться от него тяжело пусть остается это это уже указать из 1 2 что если фи переводит измерение множества в измеримый то множество меры 0 оно переводит множество меры 0 доказать противного пусть не так тогда найдется такое множество емала что его мера равна 0 а мера образа положительна ну и вот дальше я воспользуюсь тем что всякое множество положительной меры содержит неизмеримое подножство это я еще не доказал но это я сегодня вам надеюсь доказать но они сегодня так следующий раз неизмеримое подножство бывает и более того всякое множество нулевой меры всякое множество положительной меры подножство множество нулевой меры это все измеримые имеют 0 по полноте меры а вот положительной меры и так обозначим это неизмеримое подножество множество фиот ямала через е большое с нуля и через ямалу с нуля обозначим его прообраз прообраз берется тот та часть правого за которая в ямалом тогда множество ямала с нуля измеримое по полноте мира любезно это подножство ямала ну и разумеется его мер равно ну а его образ фиот малого с нуля это я большое с нуля оно неизмеримо ну вот мы получили противоречие с первым свойством что фи переводит измеримое множество вот так если если некоторое множество меры перешло в множество положительные меры то некоторые его подножия перешло в неизмеримое неизмеримое множество неизмеримое подножство этого множества положительных так что это вот иллюстрация к моим словам что если разберемся что происходит множество на любую меру то разберемся в общем оказывается что это свойство лужина просто равносильно свойству сохранять измерительность так ответьте кто-нибудь виден сейчас кран или нет хорошо сейчас нет чувствуешь там уже должно быть что-то другое поменял сейчас вот файл с лудином я вообще закрою и выведу снова книжку выведу снова книжку вот должна быть должна быть должна быть сейчас на вашем кране но вы в крайнем случае можете включить монстрацию крана полную типа то что вы видите мы видим ну ладно нет я собственно так и включил вот тогда все нормально вот я тут иногда переключаюсь между несколькими файлами заготовлены заранее так значит нет я не хотел вывести это это я тоже сегодня сделаю про но файл значит надо сказать что такое контроле множество что такое множество источник многочисленных контр-примеров контроле множество и контроле функции все будет происходить в r1 я вам в прошлый раз доказал что всякое счетное множество имеет нулевую меру но контроле множество это пример несчетного множества нулевой меру все будет происходить на отрезке 0-1 вот мы удаляем из него среднюю треть удалять будем открытые промежутки удалим среднюю треть интервал от 1 3 до 2 3 обозначим получившись множество c1 таким образом c1 это объединение двух интервалов двух отрезков левый и правый третий отрезка 0-1 вот мы будем обозначим дельта 0 и дельта 1 а исходный отрезок дельта без индекса дельта 0 и дельта 1 будет называть отрезка первого ранга ну а дальше с каждым отрезком будем эту операцию повторять выкинем из каждую из них среднюю треть открытую получим на втором шаге 4 отрезка второго ранга длины 1 9 и будем их нумеровать вот так значит у нас на каждом шаге на каждом отрезке выбирается либо левая треть либо правая если мы выбираем левую треть будем ставить индекс 0 если правую ставить индекс 1 ну и таким образом у нас будут вот эти обозначения с увеличивающимся количеством индексов на катом ранге будет отрезок заиндексирован набор мы сканули которые я буду обозначать то что останется в результате после всего выкидывания и называется контролем множеством вот этого цикле графического что значит останется в результате это значит что это пересечение всех ценных ценные это отрезки н ранга пересечения всех ценных то чтобы осталось после выкидывания всех средних средних и называется контролем его мер равна нулю ну действительно длина каждого отрезка н ранга это единица на 3 степени а всего 2 степени поэтому мер ценного это 2 3 степени а амера c тогда равна нулю предел терема не приобретения и контролем множество несчетно контролем множество несчетно оно имеет мощность континуум потому что ровно можно множество всех двоичных последовательностей то есть множество всех вещественных чисел двоичных последовательностей все множество вещественных числа записаны в двоичной системе значит доказательства этой равномочности ну собственно двоичные последовательностей понятные здесь возникали при индексации отрезков возьмем двоичную последовательность обозначу буквы эпсила и члены эпсилонами эпсилонами равны нулю или единице рассмотрим последовательность всех вот этих отрезков дельта с индексами эпсилона от первого до н поскольку отрезки вложены, их последовательность имеет непустое пересечение и оно состоит из единственной точки стягивающейся отрезки. Обозначили точку буквы Т. Т зависит от эпсилона для различных последовательностей эпсилона эпсилона точки различны но действительно вот если есть две различные последовательности обозначим буквы К первый номер при котором члены этих последовательностей не совпадают вот написано что это такое и тогда Т от эпсилона попала в накатом шаге в одну половинку в одну треть отрезка К-1 а Т от эпсилона штрих в противоположную треть поэтому они не совпали поэтому они не совпали то есть это отображение которое Эпсилон совпадает с Т от Эпсилон инитивно ну а с другой стороны каждая точка из Кантерового множества Кантерового множества Кантерового множества определял при члене ЦН принадлежит некоторые последовательности отрезков это отображение сюрективно так что действительно Кантерового множества оказалось несчетным Кантерового множества оказалось несчетным теперь я хочу привести пример непрерывного отображения которое не сохраняет измеримость непрерывного отображения которое не сохраняет измеритель мне для этого достаточно проверить достаточно построить непрерывное отображение которое не обладает Н-свойством Лудина я доказал только что сохранение измеримости равносильное Н-свойство Лудина так вот я хочу построить непрерывное отображение без свойства Лудина и даже гомеоморфизм построят напоминаю гомеоморфизм это отображение которое непрерывно индивидуально гимн32 гомеоморфизм может не сохранять измеренности гладкое отображение сохраняет измеренность и даже мак Конлипс а вот непрерывности мало Это может быть неожиданно, мы все-таки привыкли, что неперывные хорошее, они там кучу полезных слов сохраняют, связанность сохраняют, опахность сохраняют, а вот тут оказывается, что измеримости они сохранять не обязаны. Контр-пример дает контр-функция, сейчас я найду контр-функцию, вот ее график, вот ее график, она называется контр-функция, иногда называют чертовой лестницей, ну вот здесь она обозначена буквой φ, давайте, я расскажу, как она строится. Во-первых, мы полагаем, φ 0 равно 0, вот здесь видите, жирная точка стоит, и φ 1 равно 1, определяем мы ее на отрезке 0,1. Полагаем, φ 0 равно 0, φ 1 равно 0, а дальше делаем так, вот на средний третий, который мы удаляем из отрезка 0,1 в постоянной контр-функции, мы полагаем, φ равный 1,2. Полагаем, при том даже на отрезку, мы удаляли, когда строили контр-функцию, открытый, а здесь мы еще концы добавили, и положили там, φ равный 1,2. Ну, дальше, вот здесь на удаленные трети положили 1,4, а здесь 3,4. И так далее, на той трети, которая удаляется на следующем шаге, мы положим φ равному среднему арифметическому, того, что уже построено на соседних третях. Что получается после этого построения? После этого построения еще φ определена не полностью на отрезке 0,1. Где она будет определена? Она будет определена на дополнении кантерового множества, ну вот на этих средних третях, на дополнение кантерового множества она определена. И еще определена на концах удаляемых интервалов. А вот на оставшейся части кантерового множества нам еще φ надо определить. Понятно, что там еще что-то осталось. Концов удаленных интервалов счетное множество, а кантерового множества не счетное. А я обращаю внимание, что у нас получилась монотонная функция пока что. Ну и вот давайте то множество, на котором она к этому моменту определена, обозначим буквой d. А на том, что осталось, на том, что осталось, мы положим φ, равный вот чему? Это супремум, значит, положим φ от х, равный супремуму φ от t по всем t, принадлежащим множеству d. И в которых φ уже определена. Ну вот тогда, конечно же, возрастание сохранится. Совершенно очевидным образом сохранится. И непрерывность получится. Почему непрерывность получится? Ну, на картинке тут более-менее ясно, что непрерывность будет при этом построении. Почему теперь четко показать, что непрерывность будет? Ну, образ функции φ содержит все двоично-рациональные точки отрезка 0,1. То есть он плотен в отрезке 0,1. Все двоично-рациональные точки множество значений содержат. А функция φ возрастает. Ну, так возрастающая функция не может иметь разрывов второго рода. У нее разрывы только скачки. То есть если есть разрыв, то из какого-то промежутка значения не принимаются. А здесь множество значений всюду плотно. Значит, множество значений – это весь отрезок 0,1. Весь отрезок 0,1. А значит функции непрерывно. Я напоминаю, что у нас в первом семестре была такая теорема. Если есть монотонная функция, то ее непрерывность, монотонная промежутка функции, то ее непрерывность равносильно тому, что множество значений промежуток. В первом семестре надо было стоять аре. Так что здесь получается, что функция φ возрастает на отрезке 0,1. И множество значений – это весь отрезок 0,1. Значит, φ непрерывно. Но вот точки, которые не являются двоично-рациональными на оси y, эти значения принимаются как раз в точках оставшейся части контролного новости. Теперь давайте смотреть на ее свойства, свойства этой функции. Значит, множество ее значений – это отрезок 0,1. Но вот эти вот средние трети можно выкинуть, открытые промежутки, не изменив множество значений функции. Потому что эти значения принимаются вот здесь, на концах промежутков. Потому что средние трети можно удалить из области определения, не изменив множество значений. То есть на кантеровом множестве, после удаления всех средних третей остается в кантеровом множестве. На кантеровом множестве наша функция φ тоже принимает все значения из отрезка 0,1. Образ кантерового множества – это весь отрезок 0,1. Вот эти вот участки постоянства можно средние трети удалить, ну или если ходить, можно и просто схлопнуть в одну точку все эти средние отрезки. У нас останется кантеровом множество и останется то же самое множество значений отрезок 0,1. Ну вот отсюда и получается, что нету N-свойства Лузина. N-свойства Лузина нет. У нас кантерового множества было в нулевой мере, а образ получается отрезок 0,1 – множество положительной меры. Значит, в этом самом кантеровом множестве есть подмножество, которое переходит в неизмеримое подмножество отрезка 0,1. Вот такая вот нехорошая функция. Я еще этот пример хочу немножечко изменить, чтобы получился гомеоморфизм. У меня эта функция не была обратимая, вот видите, постоянства были, а я хочу сделать взаимооднозначную функцию. Так для этого я добавлю к ней X. Вот я определю новую функцию, G от X, равную X плюс F от X. Ну тогда G будет строго возрастать. И будет непрерывно, как сумма двух непрерывная. Отрезок 0,1 перейдет в отрезок 0,2. G от 0 будет равно 0, а G от 1 будет равно 2. Так что это гомеоморфизм. Строго возрастающая непрерывная функция. Но он по-прежнему не обладает n-свойством Лузина. Что такое мера образа дополнения кантерового множества? Вот эти вот каждый из вот этих третей отрезочков при отображении G переходит в отрезок той же длины. G от X это F от X плюс X. X добавляется, а F не добавляет никакого приращения. Так что каждый из вот этих третей переходит в отрезок той же длины. Сумма длин всех этих третей это единица, двина смех, дополнения контролл-множета. Поэтому дополнение контролл-множет переходит в множество меры 1. А тогда и контролл-множет переходит в множество меры 1. Потому что весь отрезок 0,1 переходит в отрезок 0,2. Меры 2. значит от свойства лузина тоже не сохраняется вот это вот добавление икса мы имеем пример гомеоморфизма который не сходил так значит сейчас я хочу остановить демонстрацию раз и сделать 10 минутный перерыв 2 перерыв действий в 1135